Всем привет, это канал Turkish People, меня зовут Елена. Всем привет, друзья, Юсуф. Мы сегодня снимаем 19 сентября, воскресенье. Для Российской Федерации это день голосования на выборы в Государственную Думу. Как известно, Госдуму нас выбирают раз на пять лет. Мы живем в Анталии, и мы тоже имеем право это сделать, мы граждане России. Вот, да-да-да, Юсуф тоже гражданин России. Она родилась, там получил. Я долго-долго ждал этого гражданства, уже пять лет. Ну вот, решили воспользоваться своими паспортами, тем более у нас прекрасная погода сегодня в сентябре, и пришли на голосование. Ну, вначале мы немножечко обломались, мы дошли до российского консульства. Пришли мы в российское консульство в Анталии, в самое известное нам место. И что? Висит объявление. Идем голосовать в другое. Здесь голосование не организовано, они организовали в здании бывшего муниципалитета. Это совсем недалеко. Причем мы только что мимо него проходили. Мы разворачиваемся, и мы здесь не одни. Вот у нас перед нами россияне пошли искать. А так место здесь прекрасное. Мы думали, здесь проголосуем, в парке погуляем. Пойдемте с нами. Ну что, заходим. А маски не надо? Держи. Участковая избирательная комиссия. Будет работать с 8 утра до 8 вечера. В других городах уже были досрочные выборы. Вот видите, Валанни, Кемерия и Мармарисе были 11 сентября. Все, родители пошли заполнять бланки. Ну, ты просто туристы могут тоже прийти, даже не живя в Анталии. Мама спрятала и заполняла бюллетень. За кого голосую, вам не покажу. Чтоб потом не обсуждали. Смотри, 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 у кого... Знаете, что меня удивило? Вот этот одномандантный избирательный округ нам достался Алтайский край в Анталию. Интересно, почему. Честно говорю, никого я там не знаю, потому что мы жители Москвы. Для хотя бы Московской области. Интересно, почему Алтайский край. Ну, а это стандартный, как у всех. Я готова. Молодец, иди. Я готова. Ты еще один, друг? Сколько уже пришлось сегодня проголосовать? Какая-то. Пойдемте Смотрите, тут все написано Про партии И вот, кстати, здесь и бюллетень Что, нашел, где продают еду? Не продают сейчас А еще я здесь на выборах познакомилась с интересным человеком Сама себя представь, пожалуйста Меня зовут Марина Сорокина Я возглавляю русское общество Анталии В Анталии я проживаю уже больше 16 лет Нашему обществу больше 11 лет У нас много интересных проектов И рада сегодня познакомиться с вами Потому что наша семья всегда рада новым членам Поэтому я надеюсь, что вы тоже станете частью нашей семьи Ну а в данный момент вы наблюдателем здесь на выборах? Да, в данный момент я являюсь независимым наблюдателем От Центрального избирательного комитета Российской Федерации в Анталии Так что сегодня я вот в качестве наблюдателя Наблюдаю, как проходят выборы По ситуации на этот час Все проходит очень хорошо Выборы проходят в нормальном рабочем режиме Все устроено, как вы видите, очень хорошо Очень открыто, красиво С использованием всех необходимых мер безопасности А скажите, много приходит людей? По вашему личному мнению? Да, я считаю, что много Конечно, на президентские выборы было больше людей Как правило, везде и на территории Российской Федерации И за рубежом Тем более на президентские выборы всегда бывает больше активность Но для парламентских выборов По сравнению с другими городами Турции У нас ситуация очень хорошая Поэтому общими усилиями, так дружно Мы исполняем свой гражданский долг Мы пришли из любопытства посмотреть, как, что здесь Потому что там мы тоже ходили на выборы И это называется «Исполнить гражданский долг» Тем более сегодня у нас хорошее воскресенье Прекрасная погода Почему бы не прогуляться в центре города? Конечно, спасибо вам Спасибо за то, что вы пришли Рада знакомству Взаимно Приходите к нам в офис У нас офис в Лимане Наш центр, пожалуйста Будем рады видеть вас всегда на наших мероприятиях До встречи До встречи Спасибо, до свидания Ну а мы выходим Видите, очень спокойная обстановка Люди приходят и уходят Подходят желающие проголосовать Голосовать могут не только те, кто живет здесь в Анталии Но и те, кто приехал сюда на отдых Это туристы Надо написать заявление И, собственно говоря, все У нас вначале что спросили? Сказали, просили наш загранпаспорт А мы только вот этот принесли Мы говорим, мы граждане России У нас нету Сказали, не проблема Пишите заявление По какому паспорту? Да, писал, писал По-русски писал Она говорит Турак по-русски пишет Да Ну раз есть паспорт То да Пишет, пишет Писал Согласовал Это секретное, друзья Люди будут писать Кому ты согласовал За кого голосовали? У меня любимый человек Есть в России Который Я люблю его политика Вот я его согласаю Всегда согласаю Не буду говорить Это партия имя, конечно Я его люблю Я его люблю Вот так согласовал Гражданин России В Турции тоже есть выборы Друзья Тоже поеду Я не отпущу это Это важно Мы ходим на выборы Потому что потом не сказали Вот вы не пришли Ваш голос не учли Либо за вас кто-то другой проголосовал Или прочее Мы решили, что мы придем Сделаем Как бы чисто для себя успокоить Вы наверняка уже скажете Что уже все предрешено Уже все сделали Уже без вас Ваш голос ничего не значит Ну, собственно говоря Если так рассуждать То да Смысла нет Устраивать Ни выборов Ничего Но иначе Как мы можем повлиять На жизнь На политику Мы пытаемся вот так Мы живем в Турции Вы скажете Какое отношение Вы имеете к России? Имеем Мы переживаем Что происходит Там в стране Потому что мы ездим туда И нас волнует Что происходит там в России Турция, да Стала для меня уже Второй родиной У меня есть тоже Турецкое гражданство Все равно Важно Важно Да и честно говоря Просто было интересно Как это устроено здесь Вот хочу тебя спросить Твое мнение Сильно отличается То, как устроено в России Выборы здесь? Нет Абсолютно одно и то же Только в России проводят Обычно у нас в школах И здесь тоже в школах Где делят В Турции тоже в школах делят Друзья Может вы передумаете Короче Если идешь Ничего не менять Если Не идешь Идешь Одно и то же Вещь Так не передумайте Люди Конечно Надо идти Свое мнение Показывать Люди что хотят Да Чтобы власти знали О чем думают люди Должно быть Государство Случает Люди что Хочет Вот Россия Которая А сейчас Что идет Люди довольны Недовольны Это не вопрос Сейчас Вопрос Что Люди Выбирают Что Это самое важное Таким образом Просто показываем Отношение Как не то что Государственной думе А именно к власти Доверие власти Оно все-таки Даже если Как вы говорите Нарисуют цифры Все равно Власть почувствует Как к ней относятся Что Какое отношение людей Что думают о них Ну у меня вот Единственное что удивило Что дали второй бюллетень И там За регион Почему Анталию Приписали К Алтайскому краю Не знаю Это может быть По алфавиту Произошло Может еще как-то Вот мне интересно Кто проживает За границей В других странах Там же тоже Можно было в посольстве Проголосовать Или в консульстве Какой бюллетень Положили вам В другой стране Или это всех Вот Нас туда Давай пойдем Прямо парка Показываем Народ красивое место И здесь Российские посольства Короче Находятся Друзья Около моря Которые здесь Купаться Нельзя просто Просмотреть Отличный вид Красиво Очень Против посольства Есть отличный парк Коралиолу Да Коралиолу Мы здесь Можно Сидеть Хорошее время Тенит Там все Туристы Приезжают сюда Потому что здесь Рядом коллеги Находятся Да Вот Это центр Город Парковаться Машины Здесь Большой Проблемы Парковаться Нигде Так Как раз Уходишь Там Начало Туда Охрана Стоит Если У вас Здесь Регистрация Нет Либо Вы Ни Госудушащие Машину Нельзя Пустить Сюда Вот Надо Найти Других Места Мы Оставили Машину Очень Делик До Гаража Вот Я Так Думал Места Не Будет Места Сегодня Ксения Есть Люди Уехал Гулять Чайку Выпью Туда Музык Слушаю Передумаю Много Чего У меня Так Лучше Летим Анталия Ченить Невозможно Для меня Для вас Жена Обожает Ну что Давай Прячем Наши Паспорта Прячем Их До Следующего Раза Когда Пригодится Могут Ну Пригодится Могут Они Когда Мы Поедем В Россию Либо Будут Очередные Какие Нибудь Выборы А так Вот Храним Наши Красные Паспорта Андрюшка Еще Не Получил Но Он Еще Не И Права Голосовать С Ни Одно Место С Водой Вы Голосовать Ходили А мы Зашли Спасибо Пойдем Чай Хан Пойдем С Спрашивает Меня Юсуп Есть Чай Турция Как же Ты у Турки Без Чая Откуда Перейдет Либо Хиндия Шириланка Китай Турция Других Места Еще Грузинский Чай Есть Не Обижаем Грузин А помню В Советском Союзе Был Грузинский Чай Посмотрите Как Много Людей Смотри Как красиво Я так люблю Море Даже Сверху На него Посмотреть А ты Любишь Чай Я уже Вижу В какую Сторону Ты Смотришь Море Туда Море Сюда Вот Еще Кстати Один Краник С водой Рука Помыть Мыла Нет Вода Есть Мыла Нет Но делают Небольшую Реконструкцию Кабели Протягивают Новые Вон там Я видела Столбы Поставились Вайфай У меня Самый Любимый Парк Это Единственное Что Проблема Действительно С парковкой Поэтому Не часто Сюда Приезжаем В моем Крыло Парашюта Вот оно Параплан Вот в этом году Начали Сегодня море Опять волнуется Волны Большие Вот вроде бы Жарко Опять началось Но Большие волны На море Рыбалка Надо Ити Рыбалка Надо Ити Они Жарко Или И надо Рано Утром Ехать Да Рано Утром Рыбалка Надо Ити А сейчас Школу Открыли Если 6 утра Идешь Обратно Восьми Домой Надо На уроки Успить Вот Надо Дети Отвести Перевести Туда Смотри Дети Не ходили В школу Мы Возмущались Дети Не ходят В школу Как Это Какая у нас плохая политика Что вот детей Заставляют сидеть дома Дистанционное обучение Все Дети пошли в школу У нас опять проблемы Ооо Дети пошли в школу Их надо отвезти Народ благодарный Народ всегда Всегда Недовольный Недоволен Всегда Поэтому я говорю Женщины никогда Недоволены Мужчины там что Молчат Женщины нет Вот гулять не могу Туда ехать не могу Суду спеть не могу Давайте К чему ты лежишь Вставай Поехали Дай мне Жить дай Я сегодня говорю Вставайте Одевайтесь Одевайтесь Мы едем на выборы Куда мы едем Такой вопрос На выборы Кого Я говорю Мы едем выбирать В России Владимирчик услышал Кричит Мы в Россию едем Мы в Россию едем Говорит Мне паспорт сделай Да им просто Хочется куда-нибудь Поехать Полететь на самолете Неважно куда Ну вот Привезли их на выборы Он такой разочарован Иди сюда Расскажи Он думал Что мы приедем В Россию А где мы были Консульство Посольство Да Вы это можете сделать Если поблизости нет Вот видите У нас в некоторых Других городах Устраивали отдельно Досрочный день голосования Это нужно было Узнавать на сайте МИДа Именно в своей стране Там указано Где какие Места голосования будут Кстати Я заходила вчера Я там что-то не прочитала Что будет здесь Или я как-то невнимательна Я увидела Что у нас 19-го числа Мы идем Потому что в других городах Было 11-го числа Ну что Испытал удовлетворение Что пришли проголосовать Да Я так думаю Каждый гражданин Должно ведь Приехать Согласовать Показать свое мнение Все Ну я тоже так считаю Что нужно было Мы посмотрели Как это происходит За границей Именно в Турции Вы можете написать Свои комментарии Как происходит Это в вашей стране Ну и конечно же В России Я знаю Что сейчас Это тебе В каждых новостях В выпусках новостей Показывать Сколько человек Какой процент Пришли на голосование Что там было Ну а потом будут Подсчитывать итоги Я электронно Не голосовала Я не считаю Это правильным Электронно Мне кажется Все-таки Это надо сходить Конкретное место Это будет Как по старинке Что ты прочувствовал А электронно Ты постоянно Где-то за кого-то Что-то голосуешь На кого-то подписываешься От кого-то отписываешься Это совсем не то Ну и электронно Все-таки Мне кажется Можно больше Манипулировать Я хочу В этом красивом месте С вами попрощаться До наших новых видео Ну мы будем снимать Ну мы будем снимать На все разные темы В том числе И актуальные Скажем море Вот для меня Очень актуальна Эта тема моря Здесь она Очень-очень красивая Такого необычного цвета Зеленоватого Если конечно Вам видео Про море Уже надоели То у нас они Получаются Два дня подряд Я так добавляю РЕН-ТВ Пожалуйста Не воруй Наше видео Если воруешь Короче Нормально Что разговор До конца Показывай народ Да И пишите ссылку Обязательно Я вам говорю На следующий раз Я вам дам суд Вот я предупреждаю Да Есть у нас такое Что берут наше видео Именно с этого канала И любят очень Юсуфа повырезать Оттуда Ну и Меня тоже Да И Андрей Я с РЕН-ТВ Вот На этой такой вот Веселой ноте Я с вами прощаюсь Пока-пока Всем пока, друзья Увидимся Да До новых встреч Лайк, подписка Пока Пока Какой красивый Волны Вот А каменные волны Мы проходим Тут дом для котиков Ой Какие милашки Какие милашки Достопримечательности Достопримечательности В Анталии Хадырлык Башня А вот там Можно пройти В Калейче Проходим Возле Российского Консульства Мы еще Зашли Поесть Так Перекусить Чисто До зря В центре Ездили Всем Приятного аппетита Афио Толсун Что-то жарко У нас В Толе Мы специально Поднялись Наше любимое место Чикфлик Донер На этой улице Очень много Кафешек Очень много Кофейн А дальше Ворота Адриана Всегда много Хлеба В Турции Кладут Это рис С нутом И вот Это Донер Тонкое Нарезанное Мясо Это говядина Ничего Ничего